Друзья, всем привет, с вами Корвид, мы продолжаем играть в Кенши. Я уже поиграл в незаписи довольно долгое время, наверное, часа два, может три, меня что-то прям подзатянуло. Я себе набрал уже вот такой вот отряд, кучу всяких ребят. Ну, в принципе, здесь у меня по сюжету, ну, как бы сюжетный, можно сказать, персонаж только один, это Луна, остальные все это обычные наемники, вот, которых я просто нанял за бабки. Вот, более-менее их приодел, дал им какую-то броню, дал им по рюкзакам, ну, и всякое такое. Построил себе еще больше всяких различных штук у себя дома, поставил склад для оружия, склад для брони, обычный склад, лежаки, чтобы отхиливаться. Вот, верстак для изучения всего, уже много всего интересного изучил, у меня здесь прям уже, ну, как бы есть, в принципе, что построить. Вот, следующее, что я планирую строить, это будет у нас научный стенд второго левела, вот этот, здесь надо 10 железных листов, в принципе, это не так уж и много. Единственное, что строить его, я не знаю где, возможно, придется покупать новый дом, вот здесь вот, рядышком, я его уже присмотрел, либо вот здесь вот, я думаю, что разберемся, потому что на крыше он, к сожалению, не ставится. Также я еще построил себе манекены, как оказалось, что построил я их зря, потому что они прокачивают, ну, здесь, допустим, силу, да, а здесь сундук прокачивает взлом, всего лишь до пятого левела, вот, поэтому, ну, как бы толку особо от них нет. Какие планы на сегодня, ребята? Пока я бегал, я два раза, наверное, сбегал вне записи вот в эти два города, то есть вот сюда и вот сюда. Один, то есть я, как, я, получается, сбегал сюда-сюда, потом сюда-сюда вернулся и еще раз так же сбегал, вот. Налутал, ну, примерно каждый поход я приносил тысяч по 30, где-то так. И вот у меня сейчас 34 тысячи, пока я их тратить ни на что не буду, сегодня мы будем отправляться с вами в новый город. Вот, я поворовал кучу карт, вот, и мне открылись новые города, новые города и новые места, вот, типа, там, деревня на болоте, вот, маленькое селение, вот такое вот все. Вот, но сегодня мы отправимся с вами вот в этот город, который находится в болотистой такой местности. Мне интересно посмотреть, что там, потому что, в принципе, вот эти два города, они, по сути, одинаковые. И там, и там, ну, плюс-минус все одно и то же. Мне интересно посмотреть, что вот это за город, который находится на болоте. Потом, после того, как я его залутаю, я надеюсь, что я до него дойду без проблем, залутаю его, вернусь обратно. Вот, скорее всего, начну строить уже второй домик. Пока что я не планирую в ближайшее время делать отдельную базу, я сначала хочу полностью развиться, да, то есть, набрать себе много наемников, развиться, вот это вот все сделать. И потом уже только строить себе отдельную базу, потому что на нее тоже будут постоянно нападать бандиты, ее нужно будет тоже оборонять, защищаться. А сейчас я пока не могу даже защититься тупо в пустоши, то есть, на меня, если нападет, если на меня нападут, получается, грабители, то я им отпор дать не могу. У меня, в принципе, все персонажи слабенькие, не прокаченные. Здесь, допустим, вообще атаки 0, здесь атаки 5, атаки 14, ну, 14 еще более-менее. Здесь 3 атаки, здесь минус 7 атаки, чувака, тупо мечом бьет самого себя, что ли, или я не знаю, как это работает. В общем, все довольно уныло. Кабо, он прям вообще какой-то ни о чем. На самом деле, я нанял себе много персонажей для того, чтобы я смог много всего наворовать в городе. Как правило, вот этих, в принципе, мне хватает для того, чтобы обчистить полностью весь город и вынести все самое оттуда ценное. Итак, ребят, давай, сейчас я, наверное, сбегаю, посмотрю... Тихо, тихо, закрепляется. Я сбегаю, посмотрю сейчас вот здесь вот в баре, могу ли я продать шмотки. У меня там есть много чего, что я могу заложить. Мне интересно, есть ли у торговца деньги. Да, есть у торговца деньги, это значит, что у этого есть и у того, который находится ниже, у него тоже есть деньги. Отлично. Тогда как мы сделаем? Я у него сейчас куплю вот эти вот листы. Они мне пригодятся для крафта. Пластины медного сплава. Нет, пластины медного сплава мне не нужны. Стройматериалы, да, стройматериалы я тоже куплю у него. И, в принципе, все. Теперь, давай, сейчас будем возвращаться. У меня много всего, что я ему могу продать. Так, а у кого, по-моему, у кого-то был большой сундук. Нет. Опять, я постоянно, я постоянно называю рюкзак сундуком. Не знаю, почему. Это у меня в первый раз такое вообще. Вот это вот все я буду продавать. Да, это мне, скорее всего, пригодится. Тут написано ремкомплект западных ульев каких-то. Короче, это какая-то вещь, которая мне, скорее всего, в будущем пригодится. Но сейчас мне больше нужны деньги. Поэтому я буду это все дело продавать. Вот, что я еще буду продавать? Что-то я еще хотел, помню, продать. А, ну вот здесь, да, у меня всякое оружие есть. Вот это вот все, что тоже не мешало бы продать. А, вот здесь у меня два меча, кстати. Они такие довольно, довольно крутые. Вот, их бы, их бы, наверное, кому-нибудь дать. Кому-нибудь дать поносить. Вот, а такие вот, которые более-менее, мечи, ни о чем, их, наверное, стоит продать. Вот так вот тогда сделаем. Так, подожди, а где у меня еще были? А, вот они лежат. Вот, вот это мы сейчас все продадим. Ну, и, в принципе, все. На оставшиеся деньги я надеюсь, что в новом городе я смогу нанять себе, ну, хотя бы, ну, не знаю, двух новых наемников. Было бы неплохо. Так. Еда. Нужно будет еще тоже взять, немножко покушать чего-нибудь. Гигант Рене. Гигант Рене. Давай сюда. Так, покажи свои товары. Начнем с продажи мечей, а потом уже вот это будем продавать. Тинц, 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 тинц. Все. Так, подожди, а мне хватит продать? А, ну, я думаю, подожди, 2, 4, 6, 8. Нет, я, наверное, слишком много взял предметов. Давай на 10 тысяч, наверное, тогда продадим. Потому что обычно у торговцев максимум бывает, ну, где-то 1011, не больше. Вот. А я взял, получается, предметов гораздо, на гораздо большую сумму. Так что я их, наверное, оставлю здесь. 2, 4, 6, 8, 10. 5 штук, да? Все правильно. 5 штук я вот так вот возьму. Их я продам. И давай я сейчас, наверное, куплю что-нибудь покушать. Потому что с едой у нас какая-то постоянно творится интересная вещь. Еда постоянно пропадает. Так. Что бы я взять? Хлеб, наверное. Вот так сделаем. Вот так вот. Еще непонятно, как они кушают. Они вроде как кушают из общака. А иногда нет. То есть вот буквально как хотят. Хотят так, хотят так кушают. Непонятно. Мы сейчас идем вот в этот бар. Там тоже торгуемся. Не будем выдвигаться. Мне вот еще интересно. А тут есть какой-то компас? Или как вот мне посмотреть? А, ну, можно, в принципе, вот так глянуть, да? Куда они бегут? Они сейчас бегут у меня вот сюда. А мне надо вниз. Мне надо вот в ту сторону потом бежать. Блин. Получается совершенно в другую сторону, да? Ну, ладненько. Так, заходим. Скорость поставлю поменьше. Так, чувак. Гигант РНЕ. Чувак, привет. 9000 у него. Видишь, я как знал, что надо брать немного. Ну, можно вот этих книжек, в принципе, прикупить. Они мне будут нужны для исследования. Насколько там? На 2000, да? На 200 надо. Вот, отлично. Вот, прям идеально все. Забрал у него все деньги, себе взял немножко книг. Почитать. Пока, пока будем идти, будет хоть что почитать. Так, надо выбрать самого медлительного. Самый медлительный у нас Кан. А, подожди. А я, по-моему, не почистил их инвентарь после последней ходки. Давай я сейчас посмотрю на это дело. Да, я не почистил. Думаю, что они такие медленные? Я не почистил им инвентарь. Давай тогда возвращаемся обратно на базу. Сейчас по-быстрому почистимся. Посмотрим, что там интересное. Покажу вам, что там у меня есть. Зоя, кстати, отправлял. Вот здесь вот есть вот такое вот здание. Вот это вот. Там живут вот эти воры-ниндзи или как они. Вот. И я отправлял Зою, чтобы их, короче, обчистить. То есть я отправил вора, чтобы украсть у воров. Такое вот. Я украл там две офигенные катаны. Просто офигенные. Сейчас я вам их покажу. Так, заходим сюда. Давай сейчас мы всех, короче, прочекаем, чтобы все были пустые. Вот, видишь, здесь тоже очень много всего. Я поскидываю вот сюда. Может быть, что-нибудь из этого продастся. Заработается мне немножко по деньгам. Так. А, еще надо посмотреть, чтобы обязательно у всех были аптечки. Это тоже важно. Очень много всякого хлама. Прям очень много. Вот эти штуки, они тоже дорогие. Но я, скорее всего, их продавать не буду. Эти чертежи. Я их, скорее всего, оставлю себе. Так. Луна. Все это сюда. Там все равно ничего не продается. Поэтому пускай лежит там. Я думаю, ничего страшного. Так, вот как раз книги эти тоже сдам. Вот аптечки. Надо будет их, наверное, всем пораздавать. Чтобы у каждого было по аптечке. И в идеале, чтобы у каждого еще была еда. Потому что с едой у нас сейчас какие-то проблемы творятся. Это кто у нас? Ран... А, я забыл у тебя взять какие-то эти... Сапоги забыл ей скинуть. Так. Так. Вот этих я, получается, уже прочистил. Они у нас пустые. Так. Здесь еда. Здесь еда. А вот там есть мясо, кожа. Это тоже я все поскидываю сюда. Пускай лежит. Так. Еда. Есть хлебушек. Все это нам пригодится. Все это дело, я думаю, ребята покушают, пока будут бежать. Потому что бежать нужно будет очень долго. Все. Всех я, получается, раздел. Вот. Теперь хоть видно, что они нормально бегают. Зоя, блин, самая быстрая. Так. Что это тут такое? Ни хрена себе тут. Кровищи. Кого-то убили. Что это такое? Воу. Смотри, какая черная маска. А это крутая тема или нет? Простые повязки. Продохранять лицо от ветра и песка. Не, это, по-моему, такие стрёмные типа вещи. Самые такие. Базовые. Так. У нас самый медлительный. Это, по-моему, ростик. Девятый бежит быстрее даже, чем ростик. Поэтому все будем тогда бежать за ростиком. Делаем вот так вот. Следовать. Выбираем. А, нет. Надо было, подожди. Надо было поставить сначала вот так. Бежим вот сюда. А, ну все. Все, получается, бегут за ростиком. Правильно? Правильно. Все бегут за ростиком. Все. Таким образом мы будем выдвигаться. Я, естественно, поставлю на быстроту. И будем двигаться. Мне интересно посмотреть, что будет. Кого я встречу, пока буду бежать. И вообще, что там за болото. Что за такая болотистая местность. Интересно, конечно, будет, если там я встречу новую какую-нибудь расу. Если там будет город новой расы. Потому что... Это у нас кто? Это у нас раса... Как же она там называлась? Это раса-то. Короче, какие-то там шеки или что-то такое. На ше как-то. Вот. И получается, здесь два города. Это как раз-таки города вот этой расы. Мне бы хотелось встретить другую расу. Вполне возможно, что вот там, как раз-таки на болоте, будет ждать нас уже другая раса. Это было бы неплохо. Скорее всего, там будет новая броня. Будет новое оружие. Ну, я, по крайней мере, на это надеюсь. Также там, скорее всего, будут новые наемники. Возможно, будет даже какой-нибудь интересный наемник. Как темно. Слушай, жутко. Жуткая ночь. А вон, смотри, болото уже. А вот уже начинается болото. О, офигеть, какое оно страшное. Кто это бегает? Тут кто-то бегает. Ага, все, я понял. Это обычные торговцы. Слушай, тут так темно. Вообще ни черта не видно. Ладненько, ребят. Давайте я, наверное, эту тему всю пропущу. А то, я думаю, что вам будет не особо приятно всю эту тему лицезреть. Тем более, сейчас ночи, нихрена не видно. Итак, ребят, остановился я здесь в деревушке. Не вали все нас слизы. Мы знаем, что мухлюют крупье. А, это я, короче, только что заходил вот сюда. Тут наподобие казино. Ну, такое себе. Вот, остановился я в деревушке. Давайте посмотреть, что здесь. Что я тут смогу. Интересно, кто там? Что за звуки? А, там кто-то дерется. Смотрите. О, кто это такие? Нифига, кто это? Кровавый паук. Обалдеть. Ну, я думаю, что их без проблем здесь разберут. О, да. Без проблем, по сути. Так. Давай смотреть, что я смогу тут надыбать. Это у нас что-то наподобие торговца. Ну, в принципе, у него все то же самое. Единственное, что у них еще продаются наркотики. То есть, у них можно прикупить наркоты. Сейф есть. Взломать я его, наверное, не получится, потому что торговец буквально возле него. Ладненько. Тогда мы отсюда сейчас тоже пойдем посмотрим, что вот здесь находится. Хотя вот здесь тоже есть какой-то домик, смотри. Это возможно... Да, видишь, это типа личный домик. А вот это общий домик. Его тоже можно купить. О, тут ничего нету. А, это типа домик на продажу стоит. Офигеть. Не, ну а что? Нормальный домик такой. Его не нужно делать, строить. Тут можно спокойно жить, курить гашиш и всякое такое. Так, давай посмотрим, что у нас вот это еще за дом. Тоже личное. Окей, тогда туда мы не пойдем. Тут какое-то поле. Тут можно что-то, я так понимаю, добывать. Похоже на коноплю. Да, это именно она и есть. Ну и, в принципе, все. Больше здесь делать нечего. Поэтому я бегу дальше, друзья. Я дошел вот до Сюдова. Мне осталось совсем-совсем чуть-чуть. Погнали. Итак, ребят, добежал я до города. Это было ужасно. На меня нападают постоянно. То какие-то красные пауки, то какие-то зеленые мародеры. Короче, ужас. Город, блин, к нему хрен подберешься. Я, наверное, не знаю, подобрался к нему раза с десятого. Ладненько, ну давай смотреть, что тут у нас есть. Пока я вижу ничего. Пока я не вижу ни хрена. Здесь есть какой-то центр города. Давай я, наверное, поставлю всех своих ребят там. Что-то наподобие рынка какого-то. Вижу, здесь написано бар. Но в прошлый раз там, где было написано бар, оказался не бар, а оказалось, ну, типа казино. Это что это? А, ну вот это уже похоже на бар. Да, тут уже как бы что-то такое похоже. Тут есть люди, которых, скорее всего, можно, я думаю, нанять кого-то из них. Допустим, вот какой-то поцик сидит. Так, дерганный гопник. Любоваться твоим ничем, вот и все. Я просто хотел купить тебе выпить. Хотел купить выпить. Давай Грога, холодного. Вот тебе, знаешь, пожалуйста, вот тебе Грог. Глыть, глыть, глыть. Уплачено. Дерьмовый Грог. Уйти. Встречание. Блин, надо было на Steam. Ага, вот. Ты на драку нарываешься, падлы. Рискни только. Воу, офигеть. Я думал, если честно, что-то ко мне присоединится. Но он что-то решил, короче, подраться, походу, да? Ну-ка, давай. Ну-ка, давай его. Давай, прокидочка по нему. Ну, тут все, все мои ребята тоже прибежали. Такие, ты че на Зое? Ты че, блин? Ты че говно, блин? Офигеть, он ее на в спиняку. Хорошо, отлично. Прописусили ей. Так. Левая нога у него сильно очень... Ага, все, без сознания, чувак. Ты его лечишь, что ли? Она его хилила или что она делала? Брат Глена, что там написано. Низкий класс. Мне бы что-то кажется, что если бы я по-другому немножко общался с этим чуваком, то вполне возможно он бы ко мне присоединился. Ну-ка, да, попробуем, перезагрузим сейчас. Я попробую еще раз. Возможно, что... Ну, не знаю, с ним надо как-то по-другому, что ли? Как-то более... Более грубому. Не знаю. Сейчас, короче, попробуем еще раз. Мне бы что-то кажется, что это персонаж, который должен к нам присоединиться, если я выберу какие-то правильные действия. Это было примерно как было с Луной, да? Но с Луной там, в принципе, все было интуитивно понятно. То есть там нужно было... Ну, не то, чтобы ей посочувствовать, а дать ей понять, что она на самом деле очень сильный человек. А что будет с этим, я не знаю. Ну-ка, попробуем еще раз. А, его уже нету здесь. Теть колотить? Я-то думал. Ну, это, видимо, просто какой-то чувак, которому нужно было купить-выпить. Ну, пожалуй, болото. Грай, что тебя беспокоит. Я бывшая рабыня, была фермером. Болотаешься в пути, понимаешь, когда клеймо раба и прочее. Только у тебя одной истории, считаешь, тебе повезло. Это ужасно, сожалею. Ага, она тут сидит уже пьяная. Выпей со мной, будешь? Конечно, почему нет? Ты же не одна из этих болотисных жопочников. Красивые глаза тебе кто-нибудь говорил? Ах, ты какая нехорошая девочка. Будет собрать с тебя плату. Че? Посмотришь еще немного, и мне придется брать с тебя плату? Ага, нормально. Выпивка здесь не доведет тебя до добра. Значит, я ухожу с тобой, решено. Пойдем к тебе. Че, в логово? Можешь пойти, но больше никакой выпивки. Ну, я так понимаю, да, она ко мне присоединилась. Вот так вот, вот так вот мы и нанимаем на халяву людей. Давай посмотрим на ее характеристики. Так, ну тут понятно. О, а, ну смотри. А, нет, смотри. В принципе, неплохо. Другую силу для добычи. Она, короче, будет у меня тогда работник. Ну, почему нет, да? У нее атлетика на 10. Работа. Скрытность на 8. Ну, ты такой себе, да? Но бесплатно, почему нет? Бесплатно ведь. Почему бы и нет, да? Собственно говоря. Так, давай смотреть, кто тут еще у нас есть. Есть еще вот такой пацан. Ну, это типа просто обычный. Объединить силы. Сколько ты просишь? 3000. Ну, это самый такой дешманский. Это вот как вот эта мью, даже еще хуже. Так, и вот еще какой-то челик сидит. На меня пялился. Вообще-то пялилась, если что. Пялись, что с того? Ну, пойдем, выйдем, дундук. Дундук. Только смотри, не зас... Да почему они дерутся все со мной? В чем... В чем ваши проблемы, я не пойму? Почем, говорит, выйдем, дундук. Нормально вообще? Перезагрузка, ладно. Так, давай сейчас попробуем еще раз. Дундук. Странно, что того уже не было. Видишь, на его месте появился, получается, другой. Вот эта мью, она, по-моему, была в первый раз. Но я думаю, что это такой персонаж, который обитает в этой зоне всегда, чтобы не случилось. Что это такое? Паук здесь? А, его только что убили. Это мертвый паук. Это мертвый паук. Опа. Пошли, пошли, пошли. Это просто какие-то воины. Это не те... А, смотри, он опять тут сидит. Так, я не понял. А мью нету в этот раз. То есть тут сидит чисто вот этот, и сидит который дундук. А мью здесь нету. Куда делась лесбуха? Может быть, она потом сюда еще вернется? Ладно, давай сейчас поговорим с этим. Угораешь надо мной? Мне нравится твой взгляд, жопоческа. Угораешь надо мной? Я просто хотел купить тебе выпить. Давай, Грога, холодного. Ладно, вот тебе, Грог. Дерьмовый, Грог. Никакого спасибо. Подожди. Какого хуясь, смотришь. Прости, не хотел обидеть. Любовался твой мечом. Что это должно значить? Ты на драку нарываешься? Конечно, я тебе покажу свой меч, если хочешь, поехали. Нет, конечно, нет. Блин, да? А, все что ли? Я больше с ним говорить не могу. Ну, так, с херня эта игра, говорю вам. Какая игра? Чувак, ты о чем? Гопник. Я, девочка, пить хочу, куплю не выпить. Конечно, Грог за мой счет. А, хорошо. Теперь марш отсюда. Да вы что, блин, все офигели, что ли? А что все такие грубые здесь? Нет, это ты на меня пялишься. Да, прости, у меня пучеглазие. Наемник нужен, знаешь, мечом я владею, как безумный. О, серьезно? Ну, как в среднем, да ладно, что просто скажешь 5000 катов. Как насчет 3000 катов? 3000 катов? Ты меня развестишь, что ли, пытаешься? А, 3000 катов, решай. Надо меня тут разводить дундук, возвращайся, когда будут деньги. Да что все бегают? Что все бегают? В чем ваши проблемы, я не пойму. В смысле? Да у меня есть деньги. А, нужно, чтобы пропал у него этот диалог. Хотелось бы тебя принять. 5000, да. Давай крошить черепушки. Йоу. На самом деле, мне этот чувак нравится больше, чем лесбуха, так что. Давай, кстати, посмотрим, что у него там. По характеристикам. Атака 10. Взлом скрытый. Ну, неплохо такой, неплохой такой воин. Почему нет? Стабс мамусо. Мамусо. Мне интересно, вот с этим, блин, почему я не могу с ним больше? Дерганный гопник. Гопник. А, ну это, наверное, просто обычные люди, которые, типа, зря, короче, я им, походу, купил выпить. О, значит, тут есть стабс мамуса. Возможно, потом сюда придет это еще лесбуха. Может быть, она просто где-то лазит. Может быть, она еще не дошла. Ну вот. Ну, у нас есть теперь стабс. Стабс мамусо. Так, ты у нас кто? Хамут. В этом мире... Че? Так. В этом мире нет истинного безопасного места. Даже в престолутой столице болотник опустят глаза. Ты, путница, похоже, хорошо побродила. Что ты думаешь о рабстве? Несовершенно безразличный рабовладель. Это отвратительное обычай. Я не желаю его практиковать. Я тоже так думаю. Рабовладельцы, они кое-кого меня забрали. Кое-кого очень для меня ценного. Заглимили ее тело и поставили работать в эту ванючу адскую шахту. Это нужно прекратить. Нам нужно стать и биться с этой варварской культурой рабства. Я планирую посетить форпост рабовладельцев, но мне нужны союзники. Кого они забрали? Мою жену. Пока я жив, я не оставлю поиски воздаяния. Так. Ты обращался в гильдию противников рабства? Обращался. Им не удалось. Они не смогли ее спасти. Почему ты думаешь, что сможешь ее спасти? Не думаю, но я могу попытаться. Могу попытаться... Так. Вдохну с ними, по крайней мере, я могу попытаться. Ладно, слушай, я не знаю, что ты здесь делаешь, но вместе можем начать революцию. Мы можем избавить... Ну, чувак, ты хочешь ко мне присоединиться? Давай как-то без вот этого всего. Я восхищаюсь... Откуда у меня... А, все, я понял. Восхищаюсь твоим стремлением, честью к тебе присоединиться. Нам к тебе присоединиться? Может тебе к нам присоединиться? Чувак, ты что-то, походу, попутал? Мы победим их хомут. Так, давай посмотрим. Пока внешне он мне нравится. О, и внутренний тоже отлично. Тут у него все хорошо. У него тоже атака прокачана. Скрытность, воровство. У меня еще без разницы. Ковка. Ну, вот у него прокачано, в принципе, все, что мне нужно. Атлетика у него прокачана. Атака у него прокачана. В принципе, все отлично. У него даже прокачаны турели, арбалеты и точная стрельба. Это тоже, наверное, большой плюс. Вот так вот мы уже двух с вами, ребят, взяли. Причем не просто обычных, а таких вот, ну, как бы, сюжетных. Я просто не знаю, как их правильно назвать. Это, короче, необычные, которые там за 3000 можно взять себе, да? А вот такие вот необычные, типа, люди. А кто ты-то тут восседает? Восседает. Чувак, ты кто? Капитан Джек Воробей? А, со святой нацией, я понял тебя. Так, ну, здесь вроде бы все. Я уже со всеми поговорил. Всем... Со всеми, с кем было... А, я не поговорил с торговцем. Посмотрим, что у него есть. Я хотел вот такого себе чувака нанять. А, это дилер. Это у нас не торговец в баре. Это дилер. Так. Ну, все. Здесь я больше ни с кем говорить не могу. Тогда мы отсюда выходим. Двигаемся дальше. Надо найти какое-нибудь здание, которое я буду воровать. Обворовывать его буду. Так. Что тут еще? Что тут у нас есть за здание? Ну, это, по-моему, частный дом. Да, это у нас личный дом. Но такие вот маленькие, это, по-моему, все личные дома. Смотри, тут какой-то значок еды. Так. Вот это, наверное, тоже личные, да, дома. Личные. Личные. Там у нас торговец. Здесь у нас... Что это такое? Дэнсинг скелетон. Танцующий скелетон. Что это такое за хрень? Так. Вот здесь я тоже вижу. Блин, а тут, наверное, воровать будет сложно. А тут магазинчики маленькие. Тут прям надо будет на корточках двигаться, передвигаться. Личные. Общие. Что это такое за здание? Такое общее. А, здесь продается у нас оружие. Давай я пока отправлю Зою. Она у нас быстрая. Она здесь по всем магазинам прошмыгнет. У нас сейчас только 12 часов дня. Так что я еще много здесь, в принципе, успею посмотреть, что где находится. Давай, Зоя. Посмотрим, что у нас тут. Попробуй, что у меня украсть, я сломаю тебе пальцы. Ну, конечно. Торгуешь, путница? Покажи мне свои товары. Воу. Воу-воу-воу, полегче. Это что такое? Это какая-то... Это для робот... Воу. Воу. Какие-то маски тут, я смотрю, появились. Шлемы какие. Капец. Вот эту хочу штуку. Железная шляпа. Вот эту хочу штуку. Ну, всякие мечи, которых тоже не было. Допустим, булава наемника. Вот этой штуки. Шипастой дубинки тоже не было. По-моему, не было вот таких вот еще тоже мечей. Сабли с отверстием. Ну, все остальное было. Так, ну, нужно будет тогда сюда. Блин, ну тут видишь, тут... Ну, хрен его. Я, конечно, попробую тут тоже все это дело обокрасть. Мне кажется, не получится. Так. Здесь у нас оружие. Давай смотреть дальше. Вот здесь вот тоже было какое-то здание. Вот тут вот. Вот тут вот. Вот тут вот. Вот сюда. Вот сюда. Тут прям на каждом здании стоят арбалеты. За арбалетами воины. За воинами судьба. Чувак. Где? А, вот он. Так. Приглянулась, что нить? Что нить, может, и приглянулась. Какие-то кофты, майки какие-то. Что это такое? Легкий доспех. Я бы вот взял бы, на самом деле, легкий доспех. И как минимум Зоя бы взял легкий доспех. Корзина собирателя. Хм. Хм. О. О. Классно. Не, ну, на самом деле, выглядит кайфово. Треуголка, типа, какая-то пиратская. Это квадратные очки. Воу-воу-воу. Прикольная тема. Пища... О, смотри. Защита от песчаной бури. Восприятие плюс два. Интересно. Сюда я тоже вернусь. Я бы мог бы, в принципе, и сейчас тут немножко... Нет, тут, видишь, чувак, получается, смотрит. Я бы мог бы взять вот этот ящик, но чувак туда сейчас пялится. Поэтому без вариантов. Давай вот сюда тогда. Так, значит, тут у нас есть оружейник. Есть одежда. Есть вот этот торговец. Есть продукты. Я не вижу брони здесь. Так, что тут у нас? Кто тут у нас? Что тут? Где тут? Так, надо, наверное, сохраниться. Чтобы не потерять своих новых союзников. Давай смотреть, что тут у нас. Что тут у нас? Где тут у нас? А что за танцующий робот? Я не... Вот это он, что ли? Я могу его себе нанять? Чувак? Джафар! О, господи! Кто-то пересмотрел Алладина. Большинство поселенцев этого города бежали от жестокости в той или иной форме. Порабощение или изгнание в основном, тем не менее, большинство из них используют свою свободу для мучения других мучеников. И вот жесткость порождает жесткость бесконечным циклом, тревожными проблесками человеческим поведением. Чи донесешь? Значит, тебе здесь не нравится, да? Как скажешь. Я ищу рекрутов. Значит, тебе здесь не нравится? Это не худшее из всех сообществ, которые я видел, но я вижу здесь тьму. Тяга к новообретенной свободе породила необузданный хаос, контролируемый глубоким страхом. Блин, какой-то глубокий робот такой, знаешь, философский какой-то робот. В нем что-то есть, а мне нравится. Ну, есть еще противники рабства, они такие темные. Если так плохо... Я беру 6 катов, тебе интересно? А я не могу, да, никак посмотреть, допустим, характеристики этого персонажа. Вот это вот мне больше интересно. А, почему могу? Вот, смотри, здесь. В принципе, показано. Атлетика 150%, атака. Я просто себе хотел взять другую расу, ну, чтобы, типа, посмотреть, чем они лучше, хуже. Потому что здесь расы отличаются, на самом деле, много чем. 6 тысяч. Ну, пускай... О! Отлично! Я могу его даже как-то еще переделать. Но это, получается, у нас не... Не сюжетный персонаж, да, если я могу его переделать. Давай посмотрим, как он выглядит. Я, на самом деле... Так, тихо. Я, на самом деле, их не делал. Смотрел, он как трансформер. Танец робота. Как он будет стоять у меня? Вот так? Вот так? Или вот так? Ну, вот так пускай стоит. Так, тон кожи. Чувак, у тебя нет кожи, ты робот. Рост. Ну, пускай будет высокий. Вот такой, пускай. Тело. Побольше, поменьше. Ха-ха. Худой такой. Я так понимаю, что... Вот тут написано раса скелета. Они, типа, заменяют, по сути, расу нежителей. Типа того, наверное. Так. Тело. Тело. Осанка. Но здесь, в принципе, такие же характеристики, да, как и у обычных. Плечи. Позиция шеи. Длина ног. Пускай так. Плечи чуть-чуть пошире, наверное, сделаю. Плечи, плечи, плечи. Пускай пошире. Пускай вот таки. Размер рук. Ну, обычный. Вот так. Кисти. Кисти. Ну, такие пускай тоже чуть-чуть побольше. Грудь. Маленькая, большая. Вот. Вот такая здоровенная. Пускай робот-убийца. Просто машина для снятия скальпирования. Для снятия скальпирования. Ладно. Вот так делаем. Вот. О! Вот так. Значит. Классно. Так. Дальше смотрим. Живот. А, ну это я сделал только что. Живот. Талия. Нет. Пускай вот такой. Нет. Ну. Вот так вот. Классно. Бедра. Ну, тоже пускай будут такие большие. Увесистые. Здоровенные ноги пускай будут. Это просто будет гигантский робот у меня. Вот. Вот такой вот. Вот так вообще. Машина для убийства. Жалко, что я не могу сделать что-то с руками. Чтоб оно, ну, видишь, просто не особо так гармонирует. Наверное, грудь все-таки чуть сделать меньше надо. Вот так вот. Вот. Вот так вот классно смотрится. Вот так вот классно смотрится. А, единственное, я хотел еще позицию шеи попробовать как-нибудь. Может быть, вот так сделать. Ну, пускай так, ладно, без разницы. Пускай, короче, так тогда остается. Там, в принципе... А, форма ног еще. Форма ног. А, это я сделал ступни. Пускай будут большие. А, они не меняются. Ну, ладно. Лицо. А есть ли какое-нибудь другое? Нет, да. Здесь только получается одно лицо. Голова пускай будет. Ну, такая. Такая форма головы. Такая. Шея побольше. Так. Длина шеи. Ну, так пускай будет. Челюсть. Челюсть никак не регулируется. Волос у персонажа, естественно, нет. Вот такой, короче, будет у нас робот. Это первый наш робот. Джафар его будут звать. Нет, я его назову так, чтобы он был как робот. Банально. Р. Р. Не понял. Я почти не могу ничего написать. Пускай тогда остается Джафар. Почему-то я его не могу переименовать. Не получается. Одежда. Меч. Ну, вот так. Теперь у нас есть свой собственный робот. Кого я здесь еще могу взять? Есть еще вот этот. Но это, наверное, типа обычный чувак. Сэнши. Да, это просто обычный чувак. Капитан. Нужна помощь, путница. Хочу нанять телохранителей. Че? Ааа. О. Я могу себе нанять, получается, смотри. Смотри, отряд на два, на один день. Вот. Это тема прикольная. То есть я могу, допустим, их взять с собой, да? И отправиться куда-то на рейд с большой-большой толпой людей. Вот это, кстати, прикольная фишка. Ааа, вот она сидит, смотри. Вот она, вот она лесбуха. Вот она сидит. Смотри, смотри, смотри. Мне приятно познакомиться. Здесь воняет. Ладно, выкладываю, что произошло. Я бывшая рабыня, бла-бла-бла. Короче, казалось, что болото это ужасно, сожалею. Ик, присядь. Ты че, ты не хочешь со мной выпить? Конечно, почему бы и нет? Я хочу залезть к тебе в трусики. Ты же не одна из этих, да? Из болотных жопочников. Ну, я не болото. Че, а почему здесь появился джафар? Вау, эй, у тебя очень красивые глаза. Тебе кто-нибудь говорил, почему здесь появился джафар? У меня нет глаз, я скелет. Ааа, у меня нет глаз, я скелет. Не знаю, смотришь еще немного. Придется брать с тебя плат. Выпивка здесь. Ухожу с тобой, Ричино. А, ну, нет. На самом деле она, короче, не лесбиянка. Если бы, допустим, у меня был бы персонаж мужик, мужик, было бы, я так понимаю, все то же самое. Так что здесь просто потому, что мой главный персонаж это женщина. Но на самом деле забавно все так вышло. Больше никакой выпивки. Забираем ее тоже с собой. Я думаю, пригодится. Тем более на халяву почему нет? На халяву, как говорится, и уксус сладкий. Ты у нас кто? Я надеюсь, что ты пошла ко мне в поисках рекрутов. Я здесь за рекрутами. А я ищу работу. Глазномета на стрельбу. О, на стрельбу. У меня стрелков, кстати, нет ни одного. Я беру 4000 катов. Ты на не та. Забираем. Вот, смотри. Вот такого я хотел себе взять. Челика. Рой. Рабочий трутень. Пол. Непонятный. Но это, я так понимаю, она. Потому что они говорили между собой. Она, она. Поэтому. Здоровый, крепк, готовка, турели, воровство, атлетика. Нифига у нее тут все по характеристикам. Всего 4000. Неплохо. Неплохо. Так, стоять она будет. Ну, вот так пускай. У меня так стоит только кан. Пускай и она будет стоять. Так, сделаем вот такой высокой. Ну, вот такой пускай будет. Осанка. О! Что это такое? Это олень? Что происходит в этой игре? Йоу, йоу, йоу. Прикол. Ладно. Ой, жесть. Пускай так. Вот так вот. Наклон плеч. Так, позиция шеи. Йоу. Длина... А, длина ног, да? Ну, пускай будет. Пускай будет длина ногая. Давай я тогда рост немножко уменьшу. Длина ног немножко увеличу. Вот так вот. Так, размер рук, кисти, грудь. Так это мужик все-таки или баба? Не понятно. Так, живот. Штабово нет почти, чувак. Живота нету. Пускай вот так будет. Бедра. Размер ног. Корма ног. Так, ну тут... А, нет, подожди. Я еще хочу сделать... Вот. Вот так вот хочу сделать. Вот. Вот так отлично. Лицо. Лицо тоже выбрать я не могу. Жалко, что так мало выбрали. Ух, нихрена себе здоровенный какой. Большой голов. Большой голов. Большая голов. Форма головы. Узкая, широкая. Ну, такая средняя пускай будет. Шея. Шея тут не видно. Ширина шеи тоже не видно. Длина шеи. Ну, вот так пускай будет. Размер... О, нифига. Ха-ха-ха, прикольный. Такой большой головы. Ой, мой. Ну, я, наверное, оставлю такие чисто... Чисто по фану пускай будет. Чуть мне кажется, у него как-то маленькая, по-моему, голова. Нет? Или норм? Да нет, вроде норм. Так, близость глаз. О. Уй. О. Ну, пускай так. Высота глаз. Ну, тоже пускай будет так. Рот. Жесть. Так это у тебя рот, чувак? О. Длина рогов. Прикольно. Подбородок. Ну, так вот пускай будет. Вот так. Изгиб лица. Изгиб лица. Изгиб лица. Ну, вот так пускай будет. Вот. Вот так вот. Вот так вот мне... Нет, давай я, наверное... Рога все-таки сделаю поменьше. Вот, отлично. Как его зовут? Тасило. Тасило молодец. Эль пасо козаперте. Готово. Тасило тоже за нас. Тасило у нас будет лучником. Ну, или арбалетчиком. Или типа того. Ох, сколько я уже людей. Раз, два, три, четыре. Я пять людей здесь уже на... Я только пришел сюда. Уже нанял пять людей. Офигеть. Так, здесь еще один какой-то челик сидит. Еще один какой-то лучник. Ё-оу, чувак, давай тоже ко мне. Я сегодня добрый. Как раз, когда тут уже становится тухло, к нам заваливается новичок. А может заключим с тобой небольшой пари? А? С расстояния. В полкилометра. Я сбил зеленый фрукт с головы парня. А ты оплачиваешь мой счет в баре. Джим, подержи фрукту. Он уже выпил столько саке, что согласится даже родную мать продать. Серьезно, давай не будем. Глаз на стрельбу намотан, да? Черт. Да при того, один из лучших стрелков на болото. Хочешь наняться ко мне стрелком? Че, я перестаю сбивать с голов на фрукты? Слушай, я уже однажды подвел свою команду. Да и к жизни в баре начинаю потихоньку привыкать. Мы все иногда ошибаемся. Никто не идеальный. Присоединяйся ко мне. Он отхлюбает свой напиток. Ты ж не хочешь провести в баре всю жизнь? Ладно, наймусь тебе стрелком. Но знаешь, я не шутил бы про оплату моего счета. Если нужны мои навыки турельщика, придется пробить чек 2-3 стакатов. Вообще без проблем. Базар 0. О! А это у нас получается сюжетный персонаж. Его я никак менять не могу. Окей, про... Может быть... Ребят, может я что-то путаю. Может это как-то работать не так. Но мне кажется, что типа те... Те, получается, персонажи, которые какой-то здоровенный, которых я не могу никак изменить, они, ну, типа какие-то полусюжетные или около того. Я могу, конечно же, ошибаться. А вот тут еще какой-то тоже сидит челик. Уши. Че, в городе недавно? Ага. Ну, наичок сяки. Я в болотах известный как Уши-гонщик. Так? Если хочешь, чтобы тебя заметили, надо пройти через меня. Ага. Ага, мне плепо тебя не спрашивал. Сделать меня. Так ты можешь сделать так, чтобы меня заметили. Кай шмагу. Представь это мне. Ага. Ну, я оказываю услуги всяким чурбанам. Так? Сяки, мне надо подмазать тогда. Замолю за тебя словечко. Сяки. У нас у Гонщих есть поговорка такая. Ты мне спину чешешь, я тебе чешу. Нас тут просто невъебенная спиноческа Оргия. Ага. Ты мне платишь 2000 катов. Устрою тебе встречу с Тузем. Тузом Злюкой. Туз Злюка? Ну, ладно. Идет 2000 катов. Ну, тогда все, новичок. Иди повидайся с Тузом Злюкой. А где? А где? А где мне видеться с Тузом Злюкой? Я не Туманник. Я обычный Рой. Хрена сих, хренов говорящий Туманник, что ли. Чего? А где этот чувак? Куда я дал 2000? Чуть я не понял. Может быть на карте что-то там появилось? Город из... Деревня на болоте. Может город из грязи? Да нет. Это скорее всего открылся город, когда я бежал мимо него. Ладненько, ребята. На сегодня все. Что-то я прям засиделся. Много сегодня прям наняли ребят. Прям сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шестерых! Это ж офигеть. Мы обратно вернемся уже огромной толпой. Это будет классно. Это будет здорово. Сейчас я вне записи тогда здесь еще побегаю. Чуть полутаюсь. Посмотрю, что где как находится. И буду уже, я думаю, что готовиться к отбытию обратно. Дома нужно будет очень много всего сделать. Я буду запасаться ресурсами. С вами был Корвид. Не забываем ставить лайк, поддерживать канал, подписываться. Всем удачи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok